Везунчик поймал удачу за хвост в тот момент, когда встретил телеведущую Гульнару Успанову и оператора Эльшада Керимова. Не секрет, что муж работает тоже в нашей же компании. Мы с ним выехали на съемку по заявке жителей. Поехали на коммунистическую снимать местную КНС. То есть с ней там были проблемы. Пока шли съемки, услышали, что где-то мявкает котенок. Нашли его на трубе. Он, видимо, сидел грелся, сидел над канализационной лужей. В то время как раз стояли сильные холода. У малыша были отморожены хвост и ушки. Гульнара и Эльшад его подобрали, отмыли и отвезли к ветеринару. За месяц везунчик прибавил килограмм веса, стал веселым, игривым и ест теперь уже не торопясь. А вот чипсик до сих пор уплетает корм в считанные секунды. Хотя с момента его счастливого спасения прошло уже много времени. Собаке повезло. В трудный момент жизни он попал в руки ветеринара Дарьи Суховой. Мне позвонила на телефон на сотовой участковой полиции нашего района. Я объяснила ситуацию, что хозяин квартиры погиб. Квартиру вскрыли. И там маленькая собачка, голодная, уже вся уставшая от одиночества. У него были проблемы с воспалением брюшной полости. Тоже мы его пролечили. Ну и все, сейчас он себя прекрасно чувствует. Жизнь чипсика сейчас бьет ключом. Вместе с хозяевами он ездит в походы, любит бегать по горам. Кошки, зая и рыся путешествуют только по квартире. Но повезло им не меньше. Куратор группы помощи животным Светлана подобрала их рядом с мусоркой. На 50 лет октября увидели жителей этого дома кошку, что выкинули на улицу с четырьмя котятами. Естественно, люди начали писать в соцсетях, начали выкладывать всю информацию о том, что помогите, спасите. Я взяла себе на передержку, естественно, котят я выкормила. Маму мы пристроили. И вот двое кошечек остались у меня, наверное, в поеме же, как говорится. Пока существуют такие неравнодушные люди, как наши герои, есть надежда, что многие бездомные животные однажды обретут семью. Субтитры создавал DimaTorzok